Икона «Страшный суд» – один из самых полных изводов апокалипсиса в станковой живописи 17 века. Визуально ее можно разделить на две части. Слева по правую руку от спасителя изображены святые, праведники и их души. Справа расположены бесы, грешники и падшие ангелы, которые спускаются в ад. Сама икона подсказала идею выставки. Дело в том, что это не первый выставочный проект в музее, который посвящен такому памятнику. Когда эта икона только была открыта и отреставрирована в центре Грабаря в Москве, выставка состоялась. Но эта выставка была сосредоточена вокруг отдельных персонажей эпизодов, включаемых в иконографию «Страшного суда». И позволяла зрителю просто поближе во фрагментах познакомиться с отдельными участками этого памятника. А вот нынешняя выставка – это такая сумма накопленного нами опыта за прошедшие, получается, 15 лет. По изучению этого памятника и по включению его в общую историю древнерусского искусства. Западноевропейская и русская гравюра – деревянная полихромная скульптура и икона синодального периода. Разнородные произведения искусства помогают зрителю составить полное представление о стилистике и семантике влияний, которые отражены в «Страшном суде». Отдельное место в экспозиции занимают лубочные листы. Этот вид графики представляет собой изображение с подписью. Лубки отличаются простотой и доступностью образов. На этой камерной выставке они демонстрируют восприятие идеи конца света в народном сознании. Большая часть выставки посвящена собственной истории научной реставрации иконы «Страшный суд» и парной ей как тематически, так и по происхождению иконы «Воскресения», «Сошествия в ад». В общем-то, вот так всесторонне изучить, понять и прочувствовать этот памятник было бы просто невозможно без помещения его в музейную среду, поскольку изъят он был в ходе экспедиции в 70-е годы в состоянии крайне плачевном. Живопись XVII века была записана слоем XIX века, а лифа совсем потемнела. И по большому счету сохранность этой иконы – это большая удача. А что касается введения ее в экспозицию самой камерной выставки, мы посчитали это излишним, потому что сама икона «Страшный суд» уже больше 10 лет занимает свое место в постоянной экспозиции древнерусского искусства. Экспозиция «Страшный суд» – это настоящее погружение в эстетику времени, которое, безусловно, станет увлекательным даже для искушенного экскурсанта. Выставка будет работать до 31 августа.